Поколение стихов Катерина Гуменюк, известная как певица Ассоль Одна из двух длинноногих девушек, та, что с розами в руках, это мама Кати Она тоже хотела петь, но у нее есть способная дочь и роли распределились по-другому Катя стала певицей, а мама продюсером Стоимость подготовки самого дорогого концерта с участием Ассоль Эксперты оценили в треть миллиона долларов Слова, значит, меньше, чем картинка В кадре должно быть дорогое шоу В этом здании 8 лет назад Катя впервые начала учиться эстрадному мастерству Встретив своего первого преподавателя с несколько лет, Катя радуется до слез Присутствие телекамеры не мешает проявлению чувств Она выросла в свете софиты Перестань плакать Родители решили экранизировать сказку о балых парусах Так Катя Гуменюк превратилась в Ассоль Ну что, зайдем наверх Мне очень нравится имя Ассоль Я уже на свое имя, на родное не откликаюсь особо То есть имя Ассоль Да, да, что? То есть, как бы, я привыкла Раньше мы все говорили, что это маленькая Бритни Спирс Сейчас мы не хотим этих комплиментов Потому что ни внешне, ни ее облик этот моральный Боже сохрани И даже если ей творчество нравилось ранее Бритни Спирс Мы не ведем эти премии разговоры Потому что в прессе везде только негатив Детская мечта Но все-таки что-то хотелось Что-то сделать такое Чтоб тебя видели, знали, в конце концов Тебя любили В общем, остаться не незамеченным Скорее всего Все мы родами с детства Катя Гуменюк всегда будет чувствовать себя Ассоль Как бы ни сложилась ее дальнейшая судьба Психологи, занимающиеся детьми-звездами Сравнивают жизнь в шоу с военными действиями Люди, пережившие славу Сталкиваются с теми же проблемами, что и пережившие войну И то, и другое вызывает стресс и выброс адреналина Организм привыкает к нему, как к наркотику Участники боевых действий тоже попадают в подобное состояние Участники боевых действий, они, собственно, выходя из критических состояний Они потом имеют несколько другое иное представление в реальности В которой они потом оказываются Так же, как и участники шоу Проникшись в и живя в шоу Проникшись этими моделями, которые существуют в шоу А потом, моделируя эти модели на реальные модели Происходит сдвиг, происходит ошибка этих двух представлений А это характерно для состояния посттравматического Людей, которые вместе с ней появляются под прицелом телекамер Катя называет своими друзьями У них Ассоль учится ужимкам настоящей звезды Слава и удача стоят дорого По оценкам экспертов музыкального рынка От 500 тысяч до миллиона долларов ежегодно обходится поддержка имиджа Создание и ротация клипов Гонорары участникам проекта Аренда залов, рекламные кампании Катю берегут от дешевых вечеринок От выступлений в ночных клубах От риска уйти в тираж Вокруг только самые богатые и знаменитые Менеджер Ассоль так охарактеризовала свои функции в проекте Встречать, провожать, прославлять, любить, ни на шаг не отходить У нее такой характер Она мягкая, добрая Но что касается концертов Или не дай бог срывается что-то Она должна где-то участвовать Позвони, узнай Я должна петь Как я не буду петь на этом Как меня там не будет Ну как А если она не поет месяц Когда она отдыхает летом Это трагедия То есть если это твой ребенок И тебе ничего другого не остается Как им заниматься То очевидно это имеет смысл С точки зрения бизнеса Для меня лично и для нашей компании У нас просто другая стратегия И фактически Что еще продается То есть артист это что? Артист это объект какого-то сексуального влечения Сексуальный объект Ребенок таковым не является То есть просто на одном творчестве На одной музыке Сейчас слишком много музыки И слишком много творчества И рынок перенасыщен все равно В жизни Кати есть три взрослых женщины Которые создают образ Ассоль Помимо мамы Это еще менеджер Людмила Демченко И преподаватель вокала Светлана Ставцева Две последние Антиподы Хотя и никогда не признаются в этом Первая вводит Ассоль В мир большого шоу-бизнеса Вторая Учит девочку петь блюз Менеджер приносит песни популярных композиторов И исполнителей многих таких песен Преподаватель вокала втайне называет идиотами И старается приучать воспитанницу к джазовым стандартам В руках этих трех женщин Судьба девочки Которые больше всего на свете мечтают о двух вещах Петь и быть звездой Я очень люблю петь голосом Я очень-очень сильно люблю петь громко Вот это действительно Даже когда у меня что-то плохое произошло То есть если я очень сильно расстроилась То я прихожу домой Включаю микрофон Включаю музыку И начинаю громко петь И как будто ты голосом Выбрасываешь все негативные эмоции Изнутри То есть они выходят Ну вот это действительно Это очень помогает Двух подавай вперед больше Особенно на ДТП Челюстях Пускай зажатую тебе челюстях Катя растущая под хрустальным колбаком Окруженная вниманием И защищенная со всех сторон Не может себе представить Что что-то может поменяться Она просто не думает об этом Ну Я просто не думаю на самом деле Настолько глубоко о жизни Лучше просто все воспринимать Более поверхностно И тогда мне кажется Даже жизнь будет проще И жить будет проще Семья Гуменюк живет во дворе офиса Компании Арс Одна из букв в этой аббревиатуре Это имя Ринат С этой фирмы Когда-то начиналась империя Рината Ахметова Теперь почетный президент Арса Соратник Ахметова Игорь Гуменюк Чье состояние оценивается в 131 миллион долларов В этом доме крепости И живет вся семья Нет ничего такого Что думает зритель или обыватель Вот у нее такой какой-то балет Необыкновенный Они там наверное все на машинах У нее наверное музыкальная школа Специально для нее построена Нет Она обычная донецкая девочка Которой просто повезло Потому что ее безум Всех мамы любят Но не все мамы хотят заниматься Тем, что дети любят Вот если мама друг взяла ребенка И повела в музыкальную школу Повела на теннис Вот повели Шарапова у папа И она звезда Повела мама Виктория Асульку И она будет звездой Потому что родители рядом По официальной версии Катя не пропускает школу Правда в действительности Ассоль не появлялась в своем классе До начала октября Она только что вернулась После языковых курсов в Лондоне Впрочем нельзя сказать Чтобы отсутствие на уроках В средней школе Негативно сказалось на ее развитии За последний год Катя переросла своих одноклассников Заговорила по-английски И запела по-португальски Она давно стала королевой класса Из-за концертов и съемок Катя не бывает дома месяцами Свита волнуется и пунктует Мы ставим тире между подлежащими сказуемым Которые выражают Друзей очень много Просто я со всеми В прошлом году очень сильно поссорилась Потому что я постоянно где-то Или в Киеве Или на съемках Или еще где-то Ну когда ты уже приедешь Мы уже за тобой соскучились Поэтому я так поссорилась Приехала в Донецк Очень долго была Общалась только с двумя девочками Остальные сильно меня обиделись Но потом все равно Я говорю Ну вы же не сможете без меня так долго Ну да Вот так вот Следующий урок физкультура Но в графике у Кати Сегодня другой спорт Это шахтерский городок Макеевка Получасе езды из центра Донецка Здесь Ассоль тренируется С танцевальной труппой Названной ее именем С танцевальной труппой Право быть причастной К самому драгоценному Что есть в семье Гуменюк Их дочери Теперь говорит Что никогда не оставит Ассоль Балет Ассоль танцует Лишь для нее одной Студия существует Благодаря семье певицы Руководительницы труппы Очень дорожат девочкой И не пропускали репетиции Даже по случаю Своего декретного отпуска Сейчас она по-другому Во-первых, она начала петь По-другому Она начала осознавать Что такое сцена Она начала понимать зрителей Которые ее видят Которые ее слушают Которые ее принимают Которые ее любят Которые ее хотят Она видит это И она радуется этому Как бы вот Даже мне было 3 года И хотя я выступала На тумбочке Я была очень маленькая Но вот Уже тогда, наверное Я почувствовала Вот Энергию Вообще Это нельзя передать словами Это нужно самому Просто попробовать И Потому что это Вау Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok